У меня есть две маски и перчатки. Так что, простите, пожалуйста, мы все это знаем. Супруги Скивко знают о мерах безопасности и всегда их соблюдают. Они максимально сократили социальные контакты. Еще весной уехали на дачу. Несколько дней назад вернулись в самарскую квартиру. В почтовое отделение пришли оплатить квитанции. Раньше этим занималась дочь, но сейчас она заболела. Анна Еремеевна говорит, все предстоящие праздники проведут в узком семейном кругу. В гости ходить не планируют и к себе приглашать не будут. О мерах предосторожности в общественных местах регулярно разъясняют волонтеры и представители городских властей. Просим, чтобы сидели дома и берегли свое здоровье. Здоровье – самое главное. Стараемся при ежедневном объезде территории заходить, предупреждать, смотреть, чтобы они пользовались антисептиками, одевали маски должным образом и, конечно же, по случаю сидели дома. В почтовых отделениях соблюдают меры предосторожности. Помещения регулярно проветривают и обрабатывают дезинфицирующими средствами. Для обеспечения безопасности как клиентов, так и сотрудников на полу нанесена разметка социальной дистанции. Также между клиентом и оператором установлены прозрачные защитные экраны. На входе стоят дезинфицирующие средства. Представители организации отмечают, во время пандемии коронавируса стали популярными услуги дистанционного обслуживания на дому. Пожилым людям уже нет необходимости ходить в отделение, чтобы обращаться за почтовыми услугами. В частности, это оплата услуг при использовании мобильных почтово-кассовых терминалов. Всего у нас на территории Самарской области более 700 таких терминалов работают. С их помощью можно оплатить коммунальные услуги, штрафы, государственные пошлины. Напомню, на региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса одобрили продление режима самоизоляции для граждан старше 65 лет до 17 января следующего года. Самарцам почтенного возраста рекомендуют ответственно относиться к введенным мерам безопасности, беречь себя, ограничить визиты, поздравлять друзей и родных по телефону, выходить в общественные места по мере необходимости. В области продолжают работать телефоны горячих линий. Их вы видите на экране, куда можно обратиться за помощью к волонтерам всероссийской акции «Мы вместе». Они помогают пожилым в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. Елена Маритина, Николай Сидоров. События.